Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие Красного университета Фонда Рабочего Академии Ленинградского интернет-телевидения. Занятие у нас сегодня семинарское. Семинар называется «Категория сферы понятия». На прошлом занятии, на лекции мы изучали философское учение о понятии и были предложены вопросы, связанные с вторым томом науки-логики, с субъективной логикой так называемой. Сегодня было предложено семь вопросов и надо было ответить, как я вижу, на три любых из них. Следующее предлагается. Вначале давайте мы попытаемся заслушать тех товарищей, кто у нас присутствует точно, как обычно. Потом я засчитаю тех товарищей, кто прислал свои ответы через систему дистанционного обучения. Если забегать немножко вперед, я поставил всем зачет, ну или там зачет с небольшими замечаниями, кроме одного товарища. Мы к этому обратимся чуть попозже, но в целом уровень работ достаточно высокий. Видно, что товарищи понимают все больше и больше в диалектике и, по крайней мере, базовые категории для них, для вас, для слушателей, уже не представляют серьезной сложности. Хотя маленькие ошибки и помарки есть, но куда же без этого. Так, товарищи, предлагается выступить по предложенным вопросам. Кто желает? Давайте. Здравствуйте. Попович Сергей, Сергей, Сергей Красного Нерсета. Вопрос... Слушатель. Слушатель. Вопрос о понятии. Понятие есть снятая сущность, если коротко говорить, а сущность это снятое бытие. То есть, если у нас есть бытие какое-то, о котором мы ничего не знаем, значит мы выясняем, по кого у него сущность. То есть, мы снимаем бытие, опускаемся в сущность, изучаем. А что значит мы снимаем? Что значит вот как-то мы обязательно? То есть, если мы, нас нету, то сущность не снимает бытие? Можно без бытия. Бытие снимается. Да, снимается. Бытие снимается. И получается, что... Изучаем сущность. Сущность, она... Ну, изучаем, получается сущность. Ее непосредственно пощупать, посмотреть никак нельзя. То есть, ее можно только изучить. Вот. Обогащенные знанием о сущности, мы возвращаемся к бытию. То есть, можно сказать, что... А как вот так? Получается, как-то у нас получалось, что мы вот сущности там копались, копались, изучали, изучали, изучали вдруг. Раз. И как-то опять бытие всплыло. Мы отрисываем сущность, возвращаемся к бытию. Но это не сразу же происходит, надо заметить. Вот в чем дело. То есть, в сущности мы так... Такое движение к бытию происходит, естественное самое. Ну, вот там, когда мы изучаем уже основание основанное, мы уже так... Какие-то вопросы про... Где-то здесь бытие уже рядом, да? Мы видим, что-то должно щелкнуть, когда мы понимаем, что сущность с нами познана. Нет, она не то, что познана. Просто в сущности, само движение в сущности, вот, в диалектике показано, что движение в сущности само приходит к бытию. И так оно не сказать, что там прям переворот случается в сознании. Потихоньку бытие это просматривается. Вот уже в явлении, тут как бы вот что-то на поверхности есть, есть там соответствие сущности, несоответствие сущности. В явлении этого действительное. А в действительном уже там недалеко до субстанции, которая... Ну, просто по названию, да, что такое субстанция, это вот что-то уже оформленное такое, бытие какое-то. Вот, то есть, не сказать, что прямо так вот понятие бац. Сейчас вот в этом, когда мы переходили от бытия к сущности, тут как раз произошло такое, такая революция. Переворот произошел. То есть, мы видели, что вот качество сменялось, переходит в количество, потом у нас есть узловая линия отношения, меры, и потом опять другое качество, которое снова переходит в количество, и кажется так, все бесконечно, бесконечно. И тут мы что-то понимаем, что в этих изменениях-то вообще что-то есть постоянное. И таким образом приходим к сущности. Логически. А здесь в сущности само бытие, оно проглядывает, это все время вылезает там, уже середина рассмотрения сущности. Вот, и поэтому и в этом смысле как раз, а бытие вылезает не какое-то там новое, а то, которое мы отрицали в самом начале. Но уже обогащенное понятием о сущности, знанием сущности, мы получаем понятие. Да, поэтому понятие это бытие, через которое просвечивает сущность в этом смысле. Хорошо, спасибо. Так, кто-нибудь еще хочет выступить? Можно я выступить. Давайте. По какому вопросу хотите выступить? Добрый вечер, меня зовут Григорий Кузьмин, слушатель Красного Верситета. Хочу выступить по вопросу о единстве, всеобщего, единичного и особенного понятия. В предложенных вопросах, которые нам в системе проверки знаний предлагали, я писал как раз в ответ, что в жизни, да, как обычная такая вот личность в своем опыте, мы сталкиваемся только с единичными объектами. То есть, вот книга, она какая-то одна книга конкретная, там, не знаю, компьютер, ноутбук, там, кофта, все что угодно. Тем не менее, наш разум определенным образом извлекает общий набор определенностей, надо будет правильно сказать, из разных предметов, сопоставляет их и тем самым находит общее. И получается, что когда мы формируем понятие, мы как раз используем эти общие черты. Ну, в логике вообще движение обратное. Вот понятие вообще, как бы, без всякой определенности, это всеобщее. То есть, вы правильно сказали, что только вы начинаете движение с познания, как бы, мира. И мы действительно познаем мир, вот как бы, мы сначала встречаемся с этими единичными объектами, потому что, но когда мы встречаемся с ними, вот, да, вы правильно сказали, с книгой, но это же книга науки логики, да, книг науки логики, их много, но вот, если это конкретная книга наука логики, вот эти, вот эта особенная, это особенная книга наука логики, да, она может реализоваться только как единичная, она никакой другой форме реализоваться не может. И поэтому это в этом смысле одно и то же, что единичное, что особенное, потому что одно есть другое. И это, как бы, взаимосвязанный момент. Но я хочу сказать, что движение вот в самой, если мы изучаем как бы логику как таковую, то идем от понятия, то сначала мы идем от всеобщего, потом к особенного, к единичному. А вы как бы пошли от эмпирического опыта, действительно, в моем эмпирическом опыте хорошее замечание, которое вы сталкиваетесь с единичным в самом начале. Да, тогда мне не очень понятно, как мы к всеобщему приходим, если мы, вернее, почему мы начинаем с общего? Ну, все-все-все, вот понятие, то бытие, через которое просвещивает сущность, без всякой определенности, как момент самого понятия, называется всеобщим, все. Да, вот если мне память не изменяет, в курсе философии вы в ВУЗе рассказывали про спор между так называемыми номиналистами и реалистами, которые разделились по вопросу о том, существует ли всеобщее на самом деле, ну, объективно. Ну, то есть, соответственно, реалисты говорили, что существует, да, вот оно прямо, вот оно есть. А номиналисты, они говорили, что нет, это просто название, там, какая-то мысленная конструкция. Тут, во-первых, ну, это надо аккуратно есть. Мы вообще знаем, что практически все есть, о чем мы говорим, все, о чем мы говорим, оно есть. То есть, вы используете категорию существования, категорию бытия, это разные категории. Ну, понятно, что это спор такой схоластический, и он Гегелем просто разрешен. Да, он Гегелем разрешен очень просто, поскольку Гегель объясняет, что это, ну... Это одно и то же. Да, она есть, нет, то есть, она не есть в том виде, в котором существуют вот отдельные объекты, но, тем не менее, внутри них она есть. Потому что единичное в понятии, оно снимает все общее, получается. Правильно? То есть, оно, несмотря на то, что он отрицает, оно его в себе содержит. Конечно. И когда вот я трогаю вот эту конкретную книгу, вот эту, я прикасаюсь ко всем книгам. Да, я же книгу беру, я ко всем книгам прикасаюсь, в этом смысле, как к всеобщему. Да. К книге, как к всеобщему, я же, ну, вот... И потому что никакой другой книги, как всеобщего, кроме как выраженной в единичном, быть не может. Согласен. Все. Вот. Так. Хорошо. Мысль потерял свою. Найдите. А, таким образом, получается, что мы можем познавать всеобщее через вот это единичное, и таким образом выражается их единство. Да. И тем самым мы как раз с помощью нашего интеллекта, я не знаю, я, если честно, не понял до конца с помощью рассудка или разума, мы можем споставлять разные предметы и говорить, что они принадлежат, что они, вернее, содержатся, в себе одно и то же всеобщее? Ну, в том же разуме. Наверное, это рассудочное, да? Ну, вот это спекулятивное мышление как раз. Рассудочное – это не очень хорошее определение. Что значит, рассудочное мышление? То есть то, которое просто понятие может какие-то выражать. Ну, когда мы говорим о всеобщем, мы тоже выражаем понятие. Когда мы говорим о идее, мы тоже выражаем понятие. Но дальше оно развивается, да, когда оно развивается в более сложные конструкции, да, когда мы говорим, что есть субъект, есть предикат и так далее. Вот это просто развитие, развитие понятия. Мы все, все категории, которые мы встречаем во втором томе, мы говорим о понятии. Это все понятия в этом смысле. Так, я кажется, понял, что вы имеете в виду, куда проводишься. Да, когда мы исследуем понятие, первоначально мы получаем понятие без какого-либо определенности, то есть вот это самое понятие, которое всеобщее называется. Вот, а далее, когда мы начинаем уже, ну, не в смысле, когда понятие развивается, раскрывается, оно приобретает какую-то определенность. Ну, мы начинаем, да, ну, как обычно, определенность – это что? Отрицание. Это отрицание. Мы начинаем понятие отрицать, и мы встречаем вот такое понятие, которое уже с отрицанием, с определенностью взяты. Это особенное, да. А единичное – это просто, которое оттолкнуло вообще от себя все, как будто бы отрицает все другие. Ну, на самом деле, оно через это все собирает в себя. А дальше мы начинаем изучать, как вот эти моменты соотносятся друг с другом через всеобщее, особенно единичное, и приходим к суждению. Но суждение – это тоже понятие. Это тоже понятие. Мы никуда, мы все изучаем понятие. Вот как мы, как бы, и всеобщее – это понятие, и особенное – это понятие, и единичное – это понятие, и суждение – это понятие, и умозаключение – это тоже потом понятие, оказывается. Мы все двигаемся в сфере понятия. И таким образом углубляем изучение самого понятия. И все. Мы ищем его больше, все больше и больше его определенностей, можно сказать. Да. Отлично. Вы раз мне что-то добавитесь. Все, хорошо, спасибо. Вроде бы вы так разобрались, более-менее. Так, кто-то еще хочет выступить? Не хочет. Все стесняются. Так, ну хорошо. Хорошо, давайте тогда мы перейдем к вопросам об ответах в системе дистанционного обучения. Как я уже сказал, собственно говоря, в некоторых случаях я ставил зачет, но при этом какие-то мелочи, точнее не так, я какие-то мелочи находил в ответе, которые мне резали, так сказать, глаз, но при этом человек получал зачет даже без, можно сказать, без замечаний. То есть, надо понимать, что то, что я буду сейчас говорить, это такие достаточно мелкие помарки, которые не умаляют общего высокого уровня проверенных работ. Так, давайте сначала я зачитаю, кто у нас получил оценки. Так, зачеты с замечанием получили. Анна Оськина, Сорокин Наталья Александровна, Шавкин Олег, зачет получили Беляева Ольга Константиновна, Веремчук Игорь Борисович, Давлиев Рафаил Султанович, Дзюба Денис Николаевич, Дорошенко Вадим Дмитриевич, Жуков Алексей Сергеевич, Иванов Вячеслав Владимирович, Калугин Михаил Александрович, Ковалев Александр Михайлович, Кондрусев Александр, Конев Михаил Алексеевич, Картелева Оксана Петровна, Григорий Александрович Кузьмин, Ледовский Игорь Николаевич, Лисов Александр, Моисеев Федор Константинович, Мордовина Стелла, Николаев Николай Михайлович, Поповичев Сергей Михайлович, Самохвалова Екатерина Александровна, Сирочков Иван Александрович, Старов Артем Алексеевич, Теплов Вадим Викторович, Трифонов Глеб Михайлович, Успенев Игорь Андреевич, Харина Ольга Вадимовна, Хавронин Андрей Владимирович. Так, вот эти товарищи получили зачет. Теперь давайте перейдем непосредственно к ответам. Адель Фаридович Ахмедзянов. Так, товарищ пишет, что отвечает на вопрос об идее истины и пишет, и истинным признается в соответствии реальности субъективному понятию. Что такое реальность? Это категория сферы бытия, и почему понятие субъективно? В каком смысле субъективно? Вообще понятие, вся сфера понятия, она субъективна в этом смысле. Вот это написано здесь. Субъективная логика. Так что, как бы говоришь, что субъективное понятие, ну, это масло-масленное. А почему соответствие реальности? Истина – это соответствие понятия объекту. То есть, если понятие соответствует объекту, то это истина. Поэтому идея истины – это выразить как раз в понятии объект таким образом, чтобы понятие соответствовало этому объекту. А идея блага – это преобразовать объект в соответствии с понятием. Так, идем дальше. Бордынская, Екатерина Петровна. Екатерина Петровна пишет, что понятие – это синтез сущностей и бытия. Ну, то есть, как бы, у вас они равноположенные. И вы их синтезировали. Синтез – это же соединение просто. А они не в равном, ну, как бы, не вот рядом, не как рядом положено, соединяются в понятии. То есть, все-таки мы говорим, что понятие – это бытие, через которое просвечиваешь сущность. То есть, вот мы прошли вот этот путь и вернулись к бытию, и через бытие просвечивает сущность. А не то, что вот рядом мы как бы слепили так сущности бытия и получили их синтез. Не так получается. Вы об этом пишете дальше, но в форме бытия, а не в форме сущности. Но, а зачем так писать-то? Что значит, ну, зачем так, как бы, писать? Сразу же – это бытие, через которое просвечивает сущность. Так. Диалектика, материалистическая логика движения, категория субъективной логики. Вы тут пишете. Как наука о всеобщих законах мышления, материалистическая диалектика – это логика развития понятий мышления в любой конкретной сфере, практике и научного познания. Таким образом, материалистическая диалектика – это теория человеческого познания, в которой законы мышления понимаются как отраженные, то есть познанные и практикой проверенные законы развития самой действительности. Тут вы правильно пишете, но вы не отвечаете на вопрос. У нас же диалектика, материалистическая логика – движение категорий, а не материалистическая диалектика. Материалистическая диалектика – это диалектика, примененная к реальному миру с наблюдением, что все категории, которые мы изучали в науке логики, они лишь являются отражением материального мира, которое закрепилось в языке в результате развития человечества. И это является материалистическим… в общем, в этом и заключается материалистическая диалектика, то есть когда вы диалектику применяете к материальному миру. Но здесь вопрос стоял в другом. Надо было указать, что движение категорий субъективной логики в томе втором, оно принимает материалистическое толкование и материалистическое движение. Только если мы, как мы говорили на прошлом занятии, если мы будем рассматривать понятие с механизма, то есть сначала надо прийти к тому субъекту, который это понятие выражает. Потому что понятие на самом деле, оно может быть выражено единственным образом – в языке. И поэтому, когда мы говорим, что что-то надо понять, это значит выразить в понятии, это не просто как собака, которая все понимает, но сказать не может. А понятие можно выразить только в языке. Соответственно, кто может выразить в языке это понятие? Только живой индивидуум. Поэтому до него надо сначала дойти, прежде чем перейти к изучению самого понятия. И все эти суждения и умозаключения может сделать только живой индивидуум. Поэтому материалистическое движение категории заключалось в том, что мы бы рассматривали сначала механизм, потом химизм, потом телеологию. А нет, потом мы изучали бы жизнь и живой индивидуум. Потом у нас бы шел вопрос о субъективности, потом мы переходили к цели и к целеполаганию и приходили к идее познания. Как к идее выражения при помощи тех категорий, которые мы нашли в суждении и в умозаключении, выражения понятия. Ну и дальше пришли бы к абсолютной идее. И в этом есть диалектика материалистическая логика движения категорий субъективной логики. Поэтому вы отвечаете немножко на этот вопрос. Так, Гнетнев, Евгений Викторович. Товарищ Гнетнев отвечает на второй вопрос. Это у нас сейчас мы... Единство, единичное, особенное и всеобщего в понятии. И пишет, единичное отдельное, ограниченное в пространстве и времени. Тут какое-то пространство и времени появилось. Обособленное от всех других. Вот это да, это обособленное от всех других. Особенное. Общие свойства, присущие ряду объектов какого-либо класса. Вот тут вы со словаря вроде как начинаете списывать. И это свойства какие-то. Какого-либо класса. Класс какой-то появился. Что за класс такой? Что это такое? Что такое класс? Всеобщее свойство, присущее всем без исключения объектам какого-либо класса. Нет, это не так. Всеобщее это просто понятие взятое без всякой определенности. А вы взяли тут какой-то, видимо, словарик философский. Так. Дзюба Денис Николаевич. Так. Пишет нам товарищ, что механизм это внешнее соединение частей без сущности их собирающей. Что такое сущность их собирающей? В механизме нет никакой сущности, которая собирает вот эти части в механизме. Эта сущность не предполагается. Это просто внешнее наблюдение такое. Но оно не обязательно, оно не должно собирать этот механизм. Он может существовать и, он может быть и без этого внешнего наблюдения. Просто он получает единство, вот эти вот части механизма, они получают единство только в наблюдении извне. То есть они никакого единства сами по себе не получают. Поэтому нет никакой сущности, которая собирает механизм. Так. Жаринов Алексей Дмитриевич. Да, пишет товарищ Жаринов, отвечает на пятый вопрос. Это у нас идея истины. И пишет. Истина есть результат вместе со своим становлением. Не понимаю, что вы имели здесь в виду, все-таки. Во-первых, у нас не просто истина, а вопрос об истине. У нас вопрос об идее истины. Идея – это мысль, отвечающая на вопрос «что делать?». То есть, когда мы говорим об ответе на вопрос «идея истины», нужно ответить на вопрос «что такое идея?», можно сказать, что такое истина. Истина – это соответствие понятия «объекту». И поскольку мы говорим об идее истины, вот эта мысль, выраженная и отвечающая на вопрос «что делать?», она заключается в том, чтобы познать окружающий мир. Познать, то есть выразить в понятиях, в истинных понятиях. То есть, в таких понятиях, которые соответствуют окружающим миром, соответствуют объектам, которые мы пытаемся познать. А вы пишете, что истина – есть результат вместе со своим становлением. То есть, вы отвечаете, во-первых, на тот вопрос, а во-вторых, неправильно. Так, идем дальше. «Жигалка» Виталий Леонидович. Неплохой ответ вы дали. Только вот когда вы говорите об идее истины, вы все вроде правильно пишете. Выражение мира в понятиях через познание мира. Аналитическое, синтетическое, в итоге истины. Есть идея истины. Все правильно. Только почему-то у вас, вы пишете, мир с большой буквы. Что вы имеете в виду? Мир, мир, когда вы пишете, мир с большой буквы, это что? Вы имеете в виду какую-то сущность божественную, что ли? Непонятно, зачем мир с большой буквы писать? Вот это совершенно необъяснимо. Дальше. Идея блага. Да, и тут тоже мир с большой буквы пишете. Проверка на практике познаний мира. Есть идея блага. Не просто проверка. Мы не только должны проверить то, как правильно ли мы познали мир на самом деле. Мы должны преобразовать мир в соответствии с тем знанием об истине. Если мы не просто, наша задача не просто проверить то, как мы познали, а на самом деле привести мир в соответствие с понятием, которое мы познали, с истиной. Вот это и есть идея блага. А не просто проверить на практике. То есть это какое-то мы такое упражнение делаем, как будто бы. То есть попробовать, правильно ли мы познали мир через идею истины. Это здесь не точно. И не просто не точно, это неправильно. Мы не пытаемся проверить на практике. Мы пытаемся изменить мир. Не попробовать как бы, а мы пытаемся изменить мир в соответствии с идеей истины. Жуков Алексей Сергеевич пишет, да, абсолютная идея – это совокупность идеи истины и идеи блага. А что такое совокупность? По-моему, нигде такой категории, как совокупность, Гегель не использует. У Гегеля есть категория целокупность. Когда он говорит как раз об всеобщем, единичном, особенном, он говорит о том, что все эти моменты представляют собой целокупность. Вот, поэтому здесь, когда мы говорим абсолютные идеи, это не совокупность идеи истины и идеи блага, а единство. Идеи истины и идеи блага. Они находятся в единстве. И они, вообще говоря, друг на друга влияют. Потому что на самом деле даже понять истину, вот просто понять объект нельзя без того, чтобы начать его преобразовывать. Мы, как бы, начиная преобразовывать мир, и вот исторически просто это наблюдается, начиная понимать, как устроен мир, вот там Маркс и Энгельс, да, когда они начинали понимать, как устроен капиталистический мир, они уже начали преобразовывать его в... начали делать попытки преобразовать его в... социалистический, коммунистический мир. Поэтому невозможно просто такая абстрактная идея истины, она, в принципе, невозможна. Она с идеей блага находится в единстве. И в этом смысле, вот в абсолютной идее, это как тоже прослеживается. Невозможно просто созерцать мир и понять его, истинно понять его. Его нужно начать преобразовывать. И только в этом преобразовании мы сможем понять, а что же с этим миром происходит, и выразить в понятиях. Поэтому в этом смысле как раз и речь идет о том, что вот нас Владимир Ильич учит, что революционер, который как бы занимается только теорией, он не революционер. И он даже теоретически понять мир не может. Вы не можете понять, просто капитал прочитать без практики ежедневной и без борьбы. Вы не сможете понять, а что там, что действительно, как капитализм действительно устроен. Ну, вы какой-то такой слепок получите, но понять действительно невозможно. Это без практики. Ну, собственно говоря, здесь к Александру Сергеевичу Жукову больше претензий нет. Ковалев Александр Михайлович. Так, тоже здесь понятие. Это синтез сущности и бытия. То есть понятие почему-то у товарищей сущность и бытие синтезировались. То есть просто соединились. Не одно просвечивает. А, вот где-то опять тоже это... Значит, это из какой-то книжки просто списано. Синтез сущности и бытия, но в форме бытия, а не в форме сущности. То есть это бытие, через которое сущность просвечивает, проступает. Прямо это... Вот мы уже видели где-то уже такое. Екатерина Петровна нам об этом рассказывала. Ну, значит, это... Но это не у гигальтопрятя написано. Что-то я сомневаюсь, что только написано. Прямо про синтез. Вот. Но все-таки надо, да, иметь в виду, что это не... Синтез это все-таки такое какое-то равнозначное соединение. Потому что синтезу предшествует анализ, да, то есть мы как бы разложили на части, а потом начинаем их соединять. Здесь не происходит такого. Такого процесса нет. Мальцев Василий Анатольевич. Так, идея блага, товарищ отвечает на вопрос об идее блага и пишет, что определенность, содержащаяся в понятии, равная ему и заключающая в себе требование единичной вешности, действительности, есть благо. Непонятно, откуда я, что взял. Вешности. И как-то здесь много ошибок грамматических. В общем, этот ответ неверный. Про идею блага мы уже много говорили и разобрались, что это такое. Минеев Александр Родионович отвечает на первый вопрос про понятие, как восстановлено через сущность бытие. И пишет, понятие, раз оно отрицает всякое отрицание, то это есть бесконечное утверждение, и поэтому это прочно восстановленное бытие. Что значит понятие отрицает всякое отрицание? Понятие не отрицает всякое отрицание, можно сказать, что поднятие есть отрицание отрицания, поскольку действительно в понятии мы пришли через сущность, которая отрицала бытие, и потом сущность отрицала сама себя, кстати. Вот тут вот это движение, что в бытие появляется сущность, это и есть самоотрицание сущности. То есть сущность на самом деле сама себя отрицает. И в этом втором отрицании мы приходим к понятию. И в этом смысле понятие есть отрицание-отрицание. Но понятие не отрицает всякое отрицание. Потому что отрицание вообще всякое отрицание. Просто отрицание вообще это что такое, товарищи? Что такое отрицание вообще? Кто может сказать? Нигеризм. Отрицание? Да, это просто не. Ну а что значит понятие? Это отрицает всякое отрицание. То есть отрицает частицу не? Непонятно, что это имеет в виду. Так. Диалектическая логика – это логика движения, изменения. Логика текучих понятий. Текучих, я обращаю внимание. И категорий, отражающих объективный мир наиболее адекватным образом. Кстати, ну давайте сейчас я закончу. Диалектический характер логики определяется диалектической сущностью самой природы реального мира. То есть здесь она громождена все вместе и практически все неправильно. Почему? Значит, диалектическая логика – это логика движения. Действительно, диалектическая логика – это логика движения категорий. Изменение логика текучих понятий. Все-таки двигаются, в диалектической логике двигаются категории, а не понятия. Потому что к понятию мы приходим в самом конце. Двигаются категории. То есть это категории и логические связи между ними. То есть самодвижение категории, действительно. Но почему у вас понятия текучие стали, вот это не очень понятно. И категории, отражающих объективный мир наиболее адекватным образом. Во-первых, что такое адекватным образом? Где определяется адекватность и неадекватность? И что такое наиболее адекватным образом? И когда вы говорите об объективном мире, то вы уже говорите о материалистическом толковании диалектики. О диалектическом материализме. А не просто о диалектической логике. Диалектическая логика – это категории, которые изложены в этой книге. Их связи между ними, и самодвижение самое главное, которая, логика самодвижения, в которой одни категории переходят в другие. Так, диалектический характер логики определяется диалектической сущностью самой природы, реального мира. Это тоже непонятно. Вы имеете в виду, что природа противоречива, поэтому по всей видимости. А при чем тут сущность природы? Противоречие не является сущностью природы. То, что все противоречиво – это не сущность природы. Но это вот такое замечание, которое мы видим даже в самом начале рассмотрения. И поэтому уже противоречие в сфере бытия наблюдается. В становлении – это к сущности никакого отношения не имеет. Все есть становление, при этом в становлении есть противоречие. То есть, вот эта диалектика, ну, как бы, диалектика в таком вульгарном понимании, как противоречие, есть уже в бытие. Соответственно, оно есть в бытие природы. То есть, если мы просто на личное бытие какое-нибудь будем изучать, оно уже противоречило, в нем есть становление. Поэтому не надо до сущности какой-то докапываться, пытаться. Все значительно проще. Вот. А тут вы еще пишите «диалектический характер логики». Характер – это тоже категория специфическая достаточно. Это то, что проявляется как бы вовне. Соотношение с иным. Потому что характер – это определенность, которая есть лишь в бытие для иного. Вот. Почему диалектический характер логики? Вообще диалектический характер логики с такое словосочетание непонятными. Так что это не совсем верно, вы тут пишите. Так. Идея истины. Да. Идея истины представляет собой познание истины. Но масло масляное. И познание истинное, а познание мира. Причем не просто познание мира, а выражение мира в понятиях. Причем не просто в понятиях, а те, которые соответствуют объектам, которые мы изучаем. И это будет идея истины. А так у вас получается, что для того, чтобы выразить идею истины, нужно познать истину. Как я уже сказал, масло масляное. Так. Сорокина Наталья Александровна отвечает на первый вопрос и пишет. Бытие проходит сквозь сущность и становится наличным бытием. Ну, действительно, оно не проходит сквозь сущность, оно как бы возникает в сущности. Просвечивает. Начинает просвечиваться через сущность. И потом, действительно, вот оно становится уже налицо в субстанции. Это правильно, вы заметили. Так. Понятие есть бытие, прошедшее через сущность. Поскольку сущность понятия снимается, мы получаем бытие, через которое сущность просвечивает. Ну, в принципе, да. Я не знаю даже, что я тут выделил. Можно так говорить, наверное, да. Здесь претензии снимаются. Абсолютная идея – это идея познания идеи блага, идеи понятия, познания мира и его преобразования. Так. Познание идеи блага, идеи понятия, познания мира. То есть, как-то у вас все смешалось. Все-таки это единство. Идеи блага и идеи истины. То есть, идеи познания мира. Все. То есть, это вот две вот эти идеи находятся в единстве. И когда мы заметили, что они находятся в единстве, и они разрывны друг от друга, и мы это тут уже несколько раз обсуждали, что одно без другого существовать не может, мы приходим к тому, что вот этот вот новый объект, две идеи в единстве, находящиеся, мы называем просто абсолютной идеей. И все. Поэтому у вас здесь как-то очень много всего намешано. Так. Дальше. Черкасов Евгений Александрович отвечает на один вопрос об абсолютной идее. И пишет в точности следующее. Абсолютная идея – это единственно существующая подлинная реальность. Первопричина всего окружающего мира. Его предметов и явлений. Мировой дух, обладающий самосознанием и способностью творить. Только абсолютная идея представляет собой настоящую действительность, а реальный мир, природа и общество, есть лишь отражение идеи и результат ее развития. Эта идея развивается через противоречие от абстрактного конкретному состоянию, означающему полноту ее самореализации и движению ее абсолютного тождества, бытия и мышления, которое на протяжении всего пути до конца системы было еще не полным, а относительным, в определенной мере потенциальным. На этом пути идея отчуждает себя в природу, а потом возвращается к себе в человеческом мышлении и истории человеческого общества, проходя при этом ступени субъективного, объективного и абсолютного духа. Значит, товарищ тут, я не знаю, откуда он взял этот абзац, явно он не сам придумал его. Может быть, где-то из приложений у Егеля это, либо просто из словаря какого-то, которая взята эта конструкция. Здесь речь идет о чем? Что как будто бы мы начали все с духа, который, так сказать, развился до материи, материя развилась на человека, познала саму себя и вернулась таким образом к абсолютному духу. И товарищи это называют абсолютной идеей, торжествляют это. Это не что иное, как идея Бога. Только здесь вся проблема в том, что вот это вот, то, что это абсолютный дух там развился каким-то образом до материи, а потом материя вернулась к этому абсолютному духу. Вот здесь в этой конструкции всей абсолютный дух совершенно не нужен. Его можно выкинуть отсюда. Материя существует, она развивается до человека, человек позовет материю через отражение ее в разуме. Потому что, да, ну вот, собственно говоря, и все. А здесь как будто бы есть некий абсолютный дух, который вот там есть мировой дух, обладающий самосознанием и способностью творить. То есть это такой чистый, чистейший, субъективный, точнее, извините, пожалуйста, да, субъективный это плохо сказал. Объективный, конечно, идеализм. Имеется в виду, что все концепции объективного идеализма так или иначе говорят об некотором абсолюте, который можно назвать по-разному. Дух, Бог, мировая матрица, еще как-нибудь называют. Но все, но речь идет о том, что есть некий абсолют, который вот как бы развивается до материи. Человек, человек познает этот абсолют, заново и абсолют как бы возвращается сам к себе таким образом. Концепция объективного идеализма. Как мы знаем эту концепцию, опровергнуть логически невозможно. Как и концепцию субъективного идеализма, опровергнуть логически невозможно. Тут вопрос в том только, какие выводы из таких философских концепций делаются. И рассматривали мы уже, по-моему, на одном из первых занятий, когда мы говорили об идее истины, что если мы говорим о материалистической концепции мира, то мы приходим обязательно, причем не в таком осозрцательном материализме, а в диалектическом материализме, то мы приходим к тому, что мир бы, человеческое общество пора бы изменить, и оно уже пришло к тому состоянию, в котором есть объективная необходимость к изменению этого общества, и нужно, необходимо построить коммунизм. Сначала коммунизм в первой фазе, а потом и в полный коммунизм. Вот, и это концепция, основой, философской основой которого является диалектический материализм. Если мы за философскую основу берем объективный идеализм, то мы приходим к таким прелестям, ну, на самом деле, это такой вырожденный случай, вот эта идея Факуямы о конце мира, это больше, наверное, все-таки философскую основу в субъективном идеализме имеет. Но, в целом, вот мы приходим к тому, что капитализм вечен, бесконечен, нечем, и, так сказать, дрыгаться особенно не следует. Вот, ну, так сказать, там, где-то, на небесах, когда мы к абсолютному духу все, так сказать, обратимся, там нам будет всем хорошо. Вот, просто принципиально два разных подхода, два разных философских основания. Вы, Евгений Александрович, нам рассказываете про философский идеализм, абсолютный идеализм. Мы изучаем здесь материализм, изучаем марксизм, как наиболее развитую, марксизм-линизм, как наиболее развитую форму диалектического материализма, современную. А на другой вопрос вы не ответили. Поэтому вы получаете незачет, и я вам предлагаю ответить на вопрос в соответствии с тем курсом, который мы изучаем. Изучаем мы марксизм-линизм. Так что вам нужно хотя бы изложить, вы можете стоять на позиции объективного идеалиста, это мы ради бога, тут никаких претензий нету. Но мы изучаем вопросы с точки зрения диалектического материализма. И с этой точки зрения трактуем и излагаем всю диалектику. Поэтому предлагаю вам на вопросы ответить еще раз на любые три вопроса. Они не ограничиваются лишь обсуждением абсолютной идеи и, как я уже сказал, идеалистического толкования этой категории. Так, это все с точки зрения тех работ, которые были высланы. Порядка там 34 работ мы проверили. Вот, правда, тут еще нам два товарища написали. Так давайте мы их прямо и просмотрим в прямом эфире. Чтобы нам это не сделать. Сейчас, одну секундочку. Так, Наталья Федоровна Нешкова пишет нам. Сейчас буду зачитывать все, потому что с листа читаю. Диалектика материалистическая логика движения категории субъективной логики. Наука логики построена так, что каждая последующая категория включает в себя предыдущую, снимая ее. Это вы правильно указываете. Здесь у меня вообще никакого спора нет. Но это не относится именно к диалектико-материалистической толкованию движений категории субъективной логики. Поэтому вы отвечаете на какой-то другой вопрос. Сам вопрос вы не очень поняли. Поэтому мы это и сегодня уже обсуждали. И в лекции на прошлой неделе я достаточно много потратил времени, чтобы объяснить, как же с диалектико-материалистической точки зрения можно трактовать движение категории в томе втором субъективная логика. Идея истины. Истина соответствует понятию объекту. Идея, мысль, отвечающая на вопрос «что делать». Это правильно. Вы сделали анализ тех категорий, которые используются в вопросе, но не ответили на сам вопрос. А что такое идея истины тогда? Что нужно сделать? Абсолютная идея, единство идеи отражения мира и идеи его преобразования. Ответ правильный. Оценка, зачет с замечаниями. С замечаниями мы обсудили. Так, следующий ответ, последний, который у нас есть на проверку. Сфера сущности является снятием всей сферы бытия. Так, это у нас Николаев Михаил Игоревич. Снятие означает отрицание с удержанием. Поэтому бытие проявляется в категориях явления существования. Ну, проявляется, да. Затем в категории субстанция происходит снятие всей сферы сущности. Да, мы просто к бытию уже вернулись. А как бы наблюдали, что мы оттолкнулись от бытия. И к нему вернулись. Значит, действительно, вся сфера сущности оказалась вдруг снята. Поскольку до этого было отрицание всей сферы бытия, то здесь происходит отрицание, отрицание. Все правильно. Снимается сфера сущности. Поэтому понятие является установленным через сущность бытием. Правильный ответ. Идея – это мысль, отвечающая… Так, это мы на пятый вопрос, товарищ, отвечает. По всей видимости, это идея истины. Он рассказывает. Идея – это мысль, отвечающая на вопрос, что делать. Мысль, связанная с целеполаганием. Да, это вы хорошо заметили, что это именно мысль, связанная с целеполаганием. А истина – это соответствие понятия объекту, идея истины, понять мир, выразить понятие так, что понятие, через которое выражается мир, соответствовало миру. Все правильно. Идея блага – это идея преобразования мира в соответствии с истиной. Причем благо понимается в том контексте, в котором она связана с прогнерессом, в развитии. Движение от простого к сложному, от низшего к высшему. Как всегда, я должен был к чему-то придраться, и я нашел, к чему я придерусь здесь. Хотя это маленькая помарка, но опять же, все-таки точное выражение категорий и точное ослеживание в языке, что мы говорим, оно важно. Вы пишете, что развитие – это движение от простого к сложному, от низшего к высшему. Мы на много раз говорили, что это не внешнее наблюдение, когда мы говорим «от простого к сложному». То есть, я двигаюсь от простого к сложному, от низшего к высшему. Это как бы внешнее какое-то движение. На самом деле, простое, само простое движется к сложному, а низшее, низшее, само движется к высшему. И это есть развитие. Нет никакого внешнего третьего наблюдения. Все мы развиваемся, общество развивается, вне зависимости от того, есть ли это внешнее наблюдение, кто-то смотрит на него и изучает, или мы сами изучаем это общество или нет. Движение простого к сложному, низшего к высшему Но это такая уже совсем тонкость, которая не влияет особенно сильно на ваш отличный ответ И вы получаете оценку за отчет, что мы отображаем в системе СДО Так, на этом работы, которые были присланы в системе дистанционного обучения, закончились Если товарищи что-то вышлют, я проверю, получите оценки Делаем перерыв, потом можем подключать на вопросы Перерыв Так, продолжаем, да, давайте, товарищи, если есть какие-то вопросы, давайте их обсудим Какие-нибудь вопросы у нас есть? Давайте Давайте Все-таки еще раз возвращаясь к идее блага Да Если мы реализуем и реализуется истинная идея, но ее результат не направлен на… Подожди, что такое истинная идея? Идея истины Так Если она реализуется, но она реализуется не на благо общества, а на что-то отрицательное? Значит, она не является идеей истины? Что значит реализуется на что-то отрицательное? Как? Ну надо… Подождите, но если мы знаем, что я планирую совершить… У меня возникла идея… Хорошо, давайте… У меня возникла идея взорвать бомбу… Я хочу проверить… Я хочу проверить это на практике… Так… Реализовав… Реализовав это я… Подтверждаю… Практически… Свою идею… Ну хорошо, да Она же истинная Ну в этом смысле, да, но хорошо истинная Да, но она не идея блага Почему? Ну нет, в этом смысле нет Да, в этом смысле нет Просто… Требуется правильно добавлять К определению идеи блага, что она должна быть направлена на… На развитие на что-то дополнительное, активное Да, мы говорим о том, что идея блага связана с развитием Ну если мы говорим общество, с точки зрения общества, да, мы говорим, что это должно связано с развитием, причем не просто с развитием, а с моментом прогресса в развитии Потому что, скажем, ужасная контрреволюция – это тоже развитие, если кто не знает, только на этот момент регресса в развитии Такой же развитие ничем не хуже, ну в смысле хуже, конечно, но это как бы в эту же категорию все попадает Естественно, если мы говорим про общество, ну мы говорим о прогрессе И в этом смысле мы говорим, что благо в смысле там рабочего класса, благо для рабочего класса, потому что именно рабочий класс для общества выражает вот этот момент прогресса Ну, значит, в вашем примере тоже нужно найти как бы прогрессивное что-то Мы как-то познали мир там, куда-то мы там эту бомбу взорвали, но мы для чего-то это сделали, там какие-то частицы нашли, там еще что-то, потом мы полетим куда-то То есть мы, это должно быть связано с прогрессом, конечно, да То есть, может быть, Гегену не стоило использовать слово благо, а использовал, например, идея преобразования мира без указания блага это и не вред Ну, нет, еще раз, тут, смотрите, еще раз, когда, так сказать, фашисты строили констлагеря, они тоже мир преобразовывали, вы же не можете с этим не согласиться? Ну, это не идея блага, простите Это, еще раз, именно идея блага связана с моментом прогресса в развитии общества, там, человека отдельного, там, познания, еще чего-то С моментом развития С моментом прогресса Да, это правильно подметено, конечно Да, можно придумать, как она для прогресса используется, но вот для защиты советского строя тоже прогрессивная Прогрессивная Прогрессивная, но мы тут, товарищи дорогие, мы тут как-то общество пытаемся изучить, ну, там, что с обществом происходит, а не то, что там рыбу ловить, глушить бомбой Да, поэтому мы как-то, ну, как масштабные задачи пытаемся решить, или, по крайней мере, изучить их Да Субъективная логика, это логика в сознании человека? Ну, конечно, это логика в сознании человека, да Ну, что значит в сознании человека, что тут, товарищи, имеют в виду? Ну, значит, давайте еще раз, субъективная логика, это, вообще, просто, ну, как бы, движение категорий, вот, в этой книге Но в движении этой категории, в этом движении категории появляется непосредственно человек, который отражает мир, да, своим сознанием Потому что сознание, это и есть свойство высокоорганизованной материи отражать окружающий мир И это отражение происходит не как бы как Потому что отражать мир можно, познавать мир, мы говорили, можно в разных формах Скажем, можно рисовать картины, и таким образом я отражаю мир тоже Но мы не об этом говорим, мы здесь именно об отражении мира в понятиях Но это отражение происходит в языке, да, и поскольку оно происходит в языке, оно непосредственно привязано к субъекту, который это понятие выражает Поэтому здесь, вот эти, часть этих категорий в субъективной логике привязана непосредственно к отдельному субъекту, индивидууму Являются субъективными с точки зрения вот отдельного индивидуума Насколько справедлива критика Гегеля Шопенгауэра? А, критика Гегеля Шопенгауэра? Так, значит, давайте я сейчас вспомню, что нам Шопенгауэр говорил Значит, Шопенгауэр это объективный идеалист, да, у которого была такая Сейчас, как же он это называл-то? У него вот не бог был, а «Мир как воля и его представление» Вот, книга Шопенгауэра «Мир как воля и его представление» Значит, по Шопенгауэру весь мир представляет собой реализацию воли То, что он называет волей Отличная книга, очень, кстати, интересная Я в свое время с большим интересом прочитал, когда я еще не понимал, так сказать, материализм Что такое материализм, что такое идеализм Было очень интересно читать, потому что у него такой острый ум у самого Шопенгауэра Ну и, скажем, у него есть книга ведь еще «Афоризмы житейской логики» или как так? Мудрости Мудрости, ум мудрости, да, «Афоризмы житейской мудрости», да И тоже очень интересные вещи он подмечает И вот, как бы, «Мир как воля» и ее представление Он интересно описывает Прямо, почему, когда ребенок рождается Прямо описание, что это реализация воли, которая через родителей ребенка в нем реализуется Но потом я понял, что это та же самая идея Бога Ничего здесь как бы другого нет Просто это чистый, объективный идеализм И в этом смысле, конечно, Шопенгауэр, я не знаю, за что он критиковал Гегеля Но если он, если там объективный идеалист критикует объективного идеалиста по поводу идеализма Ну, они могли там что-то друг другу правильное подмечать Но с точки зрения диалектики, я вот не знаю, чтобы Шопенгауэр содержательно критиковал Гегеля Мне такая критика неизвестна Есть ли у Гегеля понятие гедонизма? Я с таким не сталкивался у Гегеля Можно ли сказать, что абсолютная идея — это изменяющееся нечто? Конечно, все изменяющееся нечто Потому что все, можно сказать про абсолютную идею В ней все эти категории, которые были у нас до этого изучены В снятом виде присутствуют А так как мы изучаем зибытие, ну, изменяющееся нечто, да Что такое обыденное сознание? Обыденное сознание — такое бытовое сознание, когда не в понятиях выражается А рассуждения по аналогии, такие бытовые наблюдения, которые не ухватывают истинного противоречия в понятиях и не выражают его Вот это обыденное сознание Что Гегель понимает под духом? Как что? Дух Бога? Бога Понятное дело Есть ли такое понятие как философский способ поздания? Нет, такого понятия нет Посмотрите, пожалуйста, понятие рефлексии Значит, рефлексия, мы об этом говорили Рефлексия — это категория из сферы сущности И не просто рефлексия, а рефлективные определения То есть, под рефлексией понимаются рефлективные определения Если говорить просто об рефлексии Рефлексировать — это значит отражать Говорят, я рефлексирую, я думаю Что это значит? Когда я думаю, я отражаю окружающий мир Я мыслю и отражаю окружающий мир Поэтому рефлексировать — это значит просто отражать Специфическая такая форма отражения Но когда мы говорим о категории рефлексии Мы имеем в виду те самые рефлективные определения Которые появляются в сфере сущности Когда мы изучаем сферу сущности Какую бы определенность сущности мы не взяли Соответственно, определение тоже Какую бы определенность мы не ухватили Она выступает как бытие И ее надо сразу же Это бытие, поскольку сущность — это Мы знаем отрицание всякого бытия Тут же нужно отрицать Если мы говорим, что мы остаемся в сфере сущности И поэтому появляются вот эти вот два определения Определенность сущности как таковая и ее отрицание И это называется рефлективными определениями Хорошо Еще вопросы есть у нас какие-то? Можно сказать, что философский метод познания Вот о чем товарищ спрашивал Это вот то самое спекулятивное мышление О котором дети пишут? Ну, может быть так и можно говорить Но вот я Такой категории как философский метод познания нет Есть философия как наука А вот философский метод Ну, это движение от понятия Я выяснил, что достаточно точный перевод Это умозрение Вот спекулятивное мышление на русский язык Это умозрение То есть человек сидит просто И из одного выводит другое В голове из себя При этом очень легко впасть в какие-то заблуждения Нет Я чувствую, что здесь тогда логика Нет Да Если мы говорим о методе Правильно, вы замечаете Что метод все-таки Это метод познания Он не философский метод познания Если мы говорим о познании То методом познания является там Диалектическая логика Или там Материалистическая диалектика То есть это Возвращаемся к тому, что такое метод Метод – это осознание формы Внутреннего самодвижения Содержания изучаемого предмета То есть если мы говорим о методе познания То есть в познании Есть некое Самодвижение, которое нужно познать И в той форме, в какой это самодвижение происходит Это и есть метод познания Но форма диалектическая Поэтому диалектический метод познания А не философский Полезно ли изучать структурализм И пост структурализм Таких философов, как Мишель Фуко, Дорида? Я не читал Мишеля Фуко и про структурализм И ничего не знаю Думаю, что Так сказать, если вы хотите просто Как сказать, иметь общую картину такую О философии Изучать, конечно, можно все что угодно И там современных Каких-то так называемых философов Чтобы понять просто, что Вокруг происходит Но вот тогда вы изучаете философию Я уже много раз об этом говорил Что в философии, скажем В институтах у нас преподается Как ряд Неких Рядом расположенных мыслей Рядом положенных мыслей Вот здесь Платон что-то поговорил Вот здесь Кант что-то поговорил Вот здесь Гигель что-то рассказал Вот здесь Декарт прокинул такую мысль А никакой связи между этим нет Вот туда же можно структурализм Наверное подсунуть Но если мы говорим о науке То мы, во-первых, систематизируем все эти подходы То есть мы прямо делим на Объективный идеализм Субъективный идеализм И материализм Я подозреваю, что то, что вы нам рассказываете Поскольку это к марксизму Современному материализму Не имеет никакого отношения Скорее всего это какие-то разделы Разделы субъективного или объективного идеализма Ну как бы изучать можно все что угодно Но еще раз Если мы говорим про объективный идеализм То вам будут подсовывать там идею Бога Завернутую в разную обертку Как бы каким-то образом Вот пытаясь не называть это Богом Но будут говорить о Боге Фактически То, что мы, ну как бы То, что там Обычный человек понимает под Богом Некий абсолют А если мы говорим про субъективные идеи Ну, кстати, вот Вот это Если мы говорим о работе Значит, да Если мы говорим про субъективный идеализм Это Вообще такая, как бы Концепция При которой, ну, как бы Ничего не существует Кроме того, что у меня в голове Как бы я строю Мы Окружающий мир При помощи, так сказать Своего сознания Я закрываю глаза А мир исчезает вокруг Вот Ну, интересно ли Такие концепции Читать? Ну, наверное, интересно И он, скажем Владимир Ильич с такими концепциями Боролся Например, он потратил там Написал большую работу Материализм и империя критицизма Разбивая там Наиболее современный На тот момент Субъективный идеализм Махизм Но Да, он потратил на это время И доказал Что там Все эти течения Которые Рождались В определенное время Они являются Ничем иным Как Пересказами Идей Епископа Беркли Который Был Равноначальником Субъективного идеализма Я думаю, что здесь Про то, что вы говорите Все то же самое Изучать это Глубоко Для того, чтобы Обогатить себя Лучше изучать Наверное Какие-то гениальные труды Читать Маркса Энгельса Ленина Перечитать всего Ну и вот Пользоваться Штудировать науку логики Я бы предложил Делать это Почему на философских факультетах Часто обязательно изучается Высшая математика На философских Ну, я во-первых Думаю, что Я на философском факультете Никогда не учился Поэтому я не знаю Там изучают ли там Высшую математику Но в принципе Как сказать Изучение математики Приводит голову В некоторый порядок То есть хотя бы Оно Как бы Приучает Мыслить формально логически Изучение математики То есть кто-то изучает математику Ну, по крайней мере Способен к формально логическому мышлению Поэтому это в принципе Полезно И я так понимаю На историческом факультете Наверное, какую-то математику Преподают Я так подозреваю На любом гуманитарном факультете Должны преподавать Естественные науки То есть Точные науки Математику Физику Ну, в каком-то объеме Понятное дело Упрощенном Но если Институт Институтская программа Заканчивается Математическая В школе Про решение квадратного уравнения Там сейчас По-моему Дальше вообще не идут Дети выходят из школы Не зная Что такое логарифм Да, что такое Число е Пи там Дифференцировать не умеют Ну, это вообще как-то там Ужас То все равно надо что-то рассказывать И на философском факультете И на историческом И на любом другом гуманитарном С точки зрения естественных наук Ну, правильно делаю, что Обучаю вот этому Можно я туда Да Позвольте два вопроса Да Первое В каком соотношении Накроется между собой Определение И понятие Если мы Разглавную категорию Видели Угу Так Да, мы об этом не говорили Но, значит Здесь важно то, что Определение Понятия Ну, давайте так Определение Это категория сферы бытия Да, в определении Никакой сущности Нет Определение Это просто Значит Значит Качество Качество Которое Сохраняется Во всех изменениях И противостоит Переходу Мочка Если ее нету То это уже не человек И действительно Вы так как бы Можете найти Что У других Других Животных Нету Мочки На ухе Вот Вот А если мы говорим О понятии человека То в понятии Должна сущность Просвещивать Мы говорили Что общественная Природа человека Она Прослеживается Если мы Даем понятие человека Как Существа Общественного Трудящегося Разумного Говорящего Вот То есть Соотношение Именно такое Здесь просто бытие Которое противостоит Переход в иное Качество Так Мы же говорили Что То что не изменяется При прочих других Изменениях Это и есть сущность Так Получается Определение Сущности Понятия Ну понятно Поскольку Понятие Сфера бытия Сущность Сфера Понятия Ну да То есть От определения Можно дойти Дойти До Да Про мочку Уха Я зря сказал Это конечно не является Определением человека Это определенность Конечно человека Определением не является Если говорить Про человека Про мыслящего разума Вот если человек брать Человек как мыслящий разум Это его определение в принципе Да Мыслящий разум То тогда здесь как бы На лицо Нету Ну сущности Она нигде не проглядывает Но ее можно там откопать То есть Можно прийти от того Что человек мыслящий разум К понятию человека И сделать этот переход Да Я тут что-то перепутал Про мышку уха Да Вот И просто Ну мы же определения Когда мы говорим Какие-то определения Мы же тоже получается Выражаем их в форме понятия То есть например Я говорю что человек Это мыслящий разум Это суждение какое-то А суждение это понятие Правильно Ну Здесь пока Но существо не Не прослечивает Но опять же До нее можно докопаться Но для этого Нужно какие-то еще Логические усилия Произвести Ладно Спасибо А второй вопрос еще туда позволите Мне кажется я понял Почему Мы с вами немножко так Начали спорить Не спорить Я не знаю как назвать Дискутируя По поводу того что Логически мы идем от всеобщего понятия А в опыте нет Мне кажется что в опыте мы тоже идем от всеобщего Потому что То что я назвал книга Как единичное понятие На самом деле это не понятие Это просто объект Какое-то Бытие То есть я в своем опыте Сталкиваюсь с какими-то Единичными проявлениями Бытия Просто я вижу книгу и все Ну да Понять что это Момент понятия И момент всеобщего Да для этого нужно Не просто там столкнуться Один раз с этим Да это правда Наверное Поэтому логически И если можно так сказать Исторически В одном и том же направлении идут Ну Тут как сказать Еще раз Мы исторически сталкиваемся с чем-то Что повторяется много-много раз И оно оформляется в человеческой голове Вот уже в понятии В каком-то В виде Ну обычно в виде суждения Какого-то То есть То есть получается Впервые мы сталкиваемся с чем-то О чем мы вообще ничего не знаем То что мы называем Ну да Ну это не чистое бытие Определенно Определенно Отличные Но оно еще один раз Да Понять идут Ну да Да В себе Так ну что если вопросов больше нет Тогда заканчиваем Спасибо Спасибо